Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками нашего района. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, стараемся вместе разобраться с наиболее актуальными и важными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы продолжим беседу с комиссией, которая занимается жилищно-коммунальным хозяйством, строительством, дорожным хозяйством, транспортом и связью. На прошлой неделе у нас имелось множество звонков, что показало, что тема действительно весьма и весьма актуальна и интересна. Поэтому сегодня мы эту беседу продолжим. Наш телефон 508-86-84. Звоните в прямой эфир, задавайте свои вопросы, оставляйте пожелания и предложения. Итак, представляем наших гостей. Николай Николаевич Пархоменко, член комиссии, которую я уже называл. Здравствуйте. Добрый вечер. А также, прошу прощения, Виталий Ремусович Калинин, эксперт-консультант данной комиссии. Здравствуйте. Добрый вечер. Благодарю, что вы к нам сегодня приехали. В общем, что Николай Николаевич, что Виталий Ремусович, вы не в первый раз у нас сегодня в студии. Ну, не сегодня, понятное дело, за все это время. И за вот этот вот год, что работает уже комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, произошло довольно многое действительно в нашем районе. Какие-то были успехи, были своего рода сложности и так далее. И, насколько вот я могу судить, человек со стороны, создается впечатление, что у нас народ очень и очень беспокоится, примитивно к вашей комиссии, о проблемах именно содержания жилого фонда. Возможно, это речь о каком-то ремонте или об оперативной ликвидации проблем и так далее. А все-таки, вот как люди, которые непосредственно плотно работают по данному направлению, как вы можете охарактеризовать ситуацию с жилым фондом? Жилой фонд – это правильное название, человек живет в доме, жилой фонд – это, проще сказать, его дом. Ну, то есть, все сводится к его дому, подъезду. И, конечно, человека очень беспокоит состояние его дома и подъезда, прилегающей территории. И особенно люди же оплачивают коммунальные услуги, и их беспокоит тот вопрос, каким образом управляющая компания, которая оплачивает эти услуги, по их поручению следит за содержанием их дома. Поэтому возникает множество различных вопросов. Последние из них к нам обратились жители по бульвару Любонова-Селовой, дом 4, корпус 2. У них возникло за время проживания очень много вопросов, которые не решались очень долго. И они, как итог, обратились уже в общественную палату с тем, чтобы им оказана была помощь. И когда мы выехали на место, мы всегда стараемся выехать на месте, убедиться, что это обращение действительно имеет место, и оценить масштабы бедствия, увидели, что реально у них тяжелая ситуация в том плане, что крыльцо их дома, которое было построено одновременно с домом, в силу различных причин, срока службы просто провалилась. И там люди пожилые за 80 лет, и люди с детьми не могли просто в условиях приближающей зимы преодолеть это препятствие и попасть домой. А сколько лет вообще дома? Старый довольно или наоборот? Точно я год не могу сказать, но я думаю, что это порядка 65-67 год постройки. То есть совершенно советских еще глухих времен? Советских времен, конечно, строили в советские времена. Кто-то считает, что советская постройка была более качественная, но срок службы берет свое. Какая-то подвижка грунта происходит, усадка дома, просто какие-то строительные, как говорится, износ просто с материала, с которого построено. И приводится дело к тому, что износ происходит, и в данном случае их крыльцо просто провалилось, и людям тяжело стало попадать домой. Плюс они жалуются, что в подвале сточные воды, которые мешают им жить неприятный запах и плесень, сырость, пробитый мусоропровод, в результате чего они обратились в общественную палату, поскольку до этого обращения управляющая компания, так скажем, вяло реагировала на их вопросы, звонки, письма и так далее. А какая это управляющая компания? Сейчас акционерное общество управления жилищным хозяйством. Но это неудивительно, потому что это крупнейшая одиннадцатая управляющая компания, и у нее в основном, конечно, старый фонд, но тем не менее, жителям все равно. И они справедливо обращают свои требования к управляющей компании, которая по закону именно за это крыльцо и отвечает. А как в целом в управляющей компании комментировали данную ситуацию? Были ли даны какие-то обещания? Может быть, они хотя бы встречались с местными жителями? И вообще как-то у них коммуникация проходила? Им удалось жителям попасть на прием в управляющую компанию, где им пообещали, в силу того, что год кончается, финансирование, уже закрыто сделать текущий ремонт крыльца, с тем, чтобы люди могли ходить и снять остроту эту проблему. И пообещали, дали гарантийное письмо, что до 1 мая капитальный ремонт крыльца будет проведен. То есть это было, в общем-то, еще в прошлом году, год назад у них приходила встреча? Поскольку летом не удалось по каким-то причинам объективно сделать капитальный ремонт, а сейчас и зимнее время, и финансирования в этом году уже нет. А там вопрос такой, что просто так там не сделаешь ремонт, а нужно иметь капитальный ремонт. То есть именно замена бетонных блоков, то есть основательно подойти к этому вопросу, потому что просто какое-то бетонирование, цементирование в этом случае уже не проходит, потому что этим не исправишься ситуация. То есть действительно сложный ремонт. Поэтому жители получили такое письмо, им отремонтировали мусорпровод, откачали фекальные сточные воды из подвала, которые там очень долго, годами осушили подвал, ну то есть сделали ряд работ. А, то есть подвал был фактически затоплен. Затоплен до уровня того, что с улицы было видно через дверь эту решетку прямо водная гладь. А не создавалось ли из-за этого угрозы, собственно, вообще обрушению дому и фундамента самого дома? Потому что подобные ситуации... Как перспектива, конечно, это опасная ситуация, тем более, что дом старый. Но вот видите, что вода в подвале и крыльцо провалилось. То есть явно можно проследить связь, что где-то, может, подмывает тяжелые бетонные эти конструкции. И просто крыльцо опустило ступень на разную величину, между ними образовалась такая дыра. И, как говорится, фактически мы это увидели, когда на место приехали пообщаться с жителями. И от общественной палаты написали еще письмо в управление жилищного хозяйства с просьбой обратить внимание на эту проблему. И произвести именно качественный капитальный ремонт. Я думаю, что мы обязательно будем еще следить за этой ситуацией. Потому что жители, они уже, как говорится, справедливо не остановятся. И мы должны тоже проследить за выполнением этого. Обещать, кто было данного управления компанией. То есть на данный момент у вас пока что только первый шаг совершен. Вы написали, да, это по-нему, в управления компании. И от них жители получили ответ за подпись известителя директора управляющей компании, что капитальный ремонт будет проведен до 1 мая следующего года. То есть фактически это гарантийное письмо в порядке. Фактически, да, это обещание, которое они обещали. Но смотрите, у нас же подобное гарантийное письмо уже было в прошлом году. И вот не получилось фактически. В прошлом году оно почему-то не было выполнено. Ну, летом там не получилось, допустим, хотя обещали до мая. Есть ли какие-то действительно признаки того, что на этот раз ситуация изменится? Ну, уже вышли на контакт с руководством. И я думаю, что руководство управляющей компании, оно теперь представляет, что эта проблема получила резонанс, широкую огласку, и общественность привлечена к этой проблеме. И жители в процессе решения ее, они же проводили собрания, они объединялись, собирали подписи. То есть, я так понимаю, там действует некая инициативная уже группа непосредственная? Мощная группа инициативная, и не удастся тебе эту проблему, просто ее не скроешь. А здесь, например, в среднем, я не думаю, что они там как-то регистрируются, конечно, в этой инициативной группе, но тем не менее, сколько людей в ней занято активных? Там около 10 человек. Около 10 человек, да? Ну, там было бы больше, но в силу того, что люди очень пожилого возраста. И, во всей видимости, у них имеются, конечно, подписи, которые свидетельствуют о том, что жители вообще дома, большее число жителей, а также их сторону занимает. И они заняли жесткую позицию, вплоть до того, что они отказывались платить за коммунальные услуги. То есть, до тех пор, пока они будут начаты решаться их проблемы. Ну, и вот сегодня звонила жительница, представитель инициативной группы, и вот буквально час назад, и говорю, спасибо, что проблемам удалось строить с мертвой точки. И какие-то шаги, например, подвал уже осушили. И уже мусорпровод отремонтировали, крыльцо как-то там подцементировали, и уже какие-то шаги видели. И говорите, до какого числа они обязались? До 1 мая следующего года обязались выплатить капитальный ремонт. А если, предположим, не дай бог, конечно, возникнет ситуация, при которой что-то опять не получится, да, по тем или иным причинам, какой у вас алгоритм действий вот на данный момент наработан для подобных ситуаций? Алгоритм действий следующий, это уже встреча с руководством управляющих компаний, как говорится, круглый стол с привлечением заинтересованных сторон, может быть, в администрации, которые, я думаю, не лишние провести уже в апреле, все равно, в любом случае. Потому что не постфактум, летом спрашивают, почему не сделали, а, наверное, заранее, может быть, как-то еще раз обратить внимание. Можно понять, выполняется ли перечень работы. Выделили ли деньги, есть ли какой-то проект, план действий, понять инженерную мысль какую, что они задумали сделать. Есть такое решение? Нет. Может, каких-то экспертов еще привлечь? Потому что случай неодинарный, легче новый построить, чем старый, отремонтировать, как известно. Может, есть смысл каких-то экспертов в строительной области привлечь? Специалистов из других каких-то управляющих компаний, которые успешно решили на других домах такой вопрос? Ну, то есть, я считаю, что обсуждение в апреле бы неплохо провести за месяц, за обещание. И, как говорится, помочь, в кавычках, может быть, и без кавычек, управляющей компанией в этом вопросе. Я вас понял. Уважаемые телезрители, вы, напоминаю, смотрите передачу «Разберемся». Сегодня у нас в гостях комиссия по ЖКХ. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, телефон прямой линии 508-86-84. Мы работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы. Давайте продолжим беседу. Это достаточно пример вы привели, скажем так, не лучшего исполнения каких-то своих обязанностей, а может быть, просто не лучшего стечения обстоятельств. Можно ли сказать, что такая вот ситуация, допустим, как с этим домом, является вообще тенденцией в Одинцевском районе? Или все-таки какой-то баланс сохраняется? Есть абсолютно примерные управляющие компании? Или все-таки действительно у нас все с этим делом худо? Ну, надо сказать, что жилой фонд, конечно, у нас есть как старый, ветхий. Есть и новые дома, которые были введены в строй в последние 5 или 10 лет. И, конечно, что касается жилого фонда, который имеет уже значительный возраст, я уж не касаюсь там пятиэтажный жилой фонд, конечно, это в старом жилом фонде тенденция устойчивая. Думаю, что запущенное состояние, и даже если управляющая компания захочет сейчас решить все быстро, все проблемы этого дома, она не сможет, потому что она действует в рамках, опять же, финансирования. То есть она имеет возможность выделять. У них нет накоплений, которые десятилетиями накапливались. То есть, как говорится, они могут действовать только в рамках каких-то средств. Поэтому, если житель обращается к какой-то сложной проблемой, она сейчас либо включается, сейчас, как известно, программа капитального ремонта, либо она включается в эту программу, либо управляющая компания берет какой-то по времени срок и говорит, что пишет письмо жителям. Эта проблема будет решена в таком-то квартале, такого-то года. Но, опять же, мы видим, что не всегда она умеет этот срок выдержать. Потому что в каком-то плане, когда жителям пишут ответ, у них четких планов нет, даже сметы, например. И четко сказать, что такие-то деньги только у кого будут выделены. Поэтому, конечно, эти обещания имеют определенную степень того, что они могут не сбыться. Из этого мы видим, что обращения бывают повторные. И сейчас надо сказать, что такая тенденция, что дом, где есть активная инициативная группа, совет дома и активные жители, которые выступают и стараются привлечь внимание к своей проблеме, они, конечно, получают быстрее решение, чем если люди просто сидят и ничего не делают. Но это, наверное, справедливо в какой-то степени, потому что, как говорится, активные жители всегда какое-то преимущество должны иметь. Потому что если людям все равно, как часто люди не следят за своим общим имуществом, то же все получается общие жители подъезда. Сейчас такой законодатель, что подъезд, крыльцо – это все общие жители. Чердак, нежилые помещения – это общее имущество дома. И если люди сами, они как собственности обязаны уделять это внимание, не уделяют, то, конечно, им никакая управляющая компания за них это внимание не уделит. Поэтому сейчас меняется психология, и люди становятся более активными, они начинают это понимать и, соответственно, требовать решения этих вопросов и привлекать внимание. И мы сейчас продолжим эту беседу, пока примем звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, у меня вопрос. Вот два или три года тому назад в квартплату, в бланке квартплаты появилась графа электроэнергии ОДН. Хотя раньше эта услуга входила в содержание и ремонт, обслуживание дома. Почему теперь мы платим за это отдельно? Хорошо, спасибо большое за звонок. Ну, я так понимаю, действительно вопрос именно финансовый является всегда для наших жителей одним из таких доминирующих. Можете ли как-то прокомментировать? Значит, я могу, конечно, ошибиться, но, скорее всего, что это принят был закон о том, что электроэнергии, мест общего пользования должны возмещать именно собственники этих мест общего пользования. Как раз к тому, что вы говорили. Да, то есть если у нас общий межквартирный холл или лифтовой холл, где горят лампы, этот лифтовой холл является совместно с собственными жильцами дома, соответственно, электроэнергию, которую эти лампы затратили, должны платить жители. То есть это были изменения в законодательстве. Межквартирные шахты, все это входит теперь в оплату всех собственников имущества, проживающих в этом доме. Ну, то есть ситуация, в принципе, выглядит, насколько я могу судить, следующим образом. Мы все живем, условно говоря, в этом доме, мы все им пользуемся, свет горит для всех. В целом, наверное. И так далее, и так далее, и так далее. За, там, допустим, качество краски, допустим, мы не можем где-то отвечать, да, но за то, что эта краска где-то облупилась, потому что они там начали что-то рисовать и так далее, это все ответственность общая коллегиальная, правильно я понимаю? Абсолютно. И поэтому, видимо, вынесено так. Для какой-то справедливости, так скажем. Но здесь что должна управляющая компания делать? Она должна давать свое предложение жителям, как им эти затраты уменьшить. Должен быть план по энергосбережению, должен быть составлен расчет, то, что если мы, например, поменяем энергосберегающие лампы... Да, места общего пользования могут освещаться датчиками движения. Да, то есть все спят, ну зачем там, например, не горит. То есть необходимо, там, не знаю, даже ночью куда-то экстренно отлучиться. Ты выходишь на личную площадку, свет загорается. Это как один из вариантов, все правильно, да. На это пойдут определенные затраты, которые через какое-то время окупятся. И жителям такой план должен быть представлен, и уже это их выбор, вкладывать деньги в это энергосбережение или оставить все как есть. Ну что же, не так давно, насколько мне известно, у нас имелась проблема с такой компанией, как Автодор, если мы несколько отойдем от проблем жилищного фонда. А именно это вопрос, в общем-то, ликвидации каких-то сложностей во время строительства северного обхода, если я не ошибаюсь, правильно? На прошлом нашем эфире, Николай Николаевич, мы как раз с вами беседовали на эту тему. И насколько мне стало понятно, ситуация, в общем-то, разрешилась. Я предлагаю посмотреть сейчас наш информационный сюжет о том, как все это начиналось, после чего, я надеюсь, вы нам расскажете все-таки, что там случилось, и действительно ли ситуация ушла проблемно, или все-таки она только-только начала как-то разрешаться. Прошу. Жители тщательно подготовились к встрече с Автодором. Было сформулировано 24 вопроса по самым острым проблемам. Землеотвод, водоотведение, ливневые стоки, подземные и наземные переходы, освещение, озеленение и благоустройство территории, которая находится за защитными экранами северного обхода. Модератором встречи выступил председатель общественной палаты Одинцовского района Захар Иванов. В общественную палату Одинцовского муниципального района уже год мы как существуем в новом качестве, после перезагрузки, поступило порядка 200 обращений по отвратительному качеству строительства федеральных трасс, развязок и прочему. Сама трасса хорошая, едешь на машине по хорошему асфальту, машина нигде не подпрыгивает, отбойники стоят, звукоизоляционные заборы высокие. А то, что творится за звукоизоляционными заборами вдоль дороги и хромки леса, например, вдоль дороги и пешеходным переходом, не лезет ни в какие ворота. Поэтому на сегодняшнее заседание мы пригласили средства массовой информации представителям вот этих крупных компаний, которые строят в нашем районе и в ваших районах строят вот эти большие наши дороги. Заместитель руководителя администрации городского поселения Лесной городок задал представителю компании «Автодор» конкретные вопросы и самое главное спросил о сроках устранения всех недоделок и дальнейшей эксплуатации дороги. Когда едешь по трассе, может быть, люди вас в душе где-то благодарят. Но за экранами, с суммозащитными, там, где люди проживают, я уверен, что они, скорее всего, проклинают. Представители компании в этот раз были готовы к ответу. Сергей Милюков заверил участников «Круглого стола», что все претензии жителей к «Автодору» будут устранены в самые кратчайшие сроки. 1 сентября все работы будут завершены и в дальнейшем, если будут поступать жалобы, компания готова их решать. Гарантийный срок эксплуатации никто не отменял. Достигнуто соглашение о том, что на этой неделе мы пройдем там ножками, так сказать, и все эти вопросы, вводы отведения в первую очередь, да, мы будем все это дело рассматривать и устранять. Следующий момент, сразу вот по вопросу восстановления якобы вырубленного леса, да, на территории городского поселения. Это не было предусмотрено, затраты, значит, эти не были предусмотрены в нашем проекте, но деньги на это найдены, и до 1 сентября там будут высажены, высажены зеленые насаждения. Это вы можете занести в протокол. У жителей Одинцова появилась надежда, подушкинскую дорогу откроют. Автодор передал техническое задание на строительство примыкающей дороги к северному обходу. Теперь дело за компанией автомагистраль. Именно ей принадлежит этот отрезок дорожного полотна. Проект строительства подушкинской транспортной развязки, Можельской транспортной развязки, это все один проект, который выполнен все, все строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом. В прошлом году неоднократно проводились совещания под эгидой администрации городского, и города, и районы, значит, было принято решение о том, чтобы выдать технические условия собственнику автомобильной дороги Подушкинское шоссе для строительства выезда непосредственно на съезд номер 3, так называемый, который идет со стороны города Одинцова непосредственно на платный участок дороги. Но ввиду того, что собственником Подушкинского шоссе, того старого Подушкинского шоссе, является ФКУ Центр Автомагистраль, инициировать обращение в адрес государственной компании может только представитель ФКУ Центра Автомагистраль, но никак не городского поселения. Мы городскому поселению тогда уже не единожды обращали внимание на это. Мы, согласно решению протокола совещания, которое проводилось, обязательно с приглашением и центрального аппарата государственной компании, мы разработали две схемы. Продолжение две схемы. Одно предусматриваемое круговое движение непосредственно для того, чтобы все разъезжали со старого Подушкинского шоссе. И вторая была схема непосредственно примыкания к съезду номер 3 и выезд на платный участок дороги. Согласно решению совещания, Галипсинскому филиалу и госкомпании было поручено согласовать эти схемы с администрацией мыть, все дело согласовали. И очень долго ждали, кто же в принципе к нам обратится, кто будет инициатива, от кого поступит по поводу получения технической, выдачи технических услуг. Начнем докладывать, что на сегодняшний день у меня есть копия. Центральный аппарат выдал технические условия ФКУ-центра в Тангистраль на строительство примыкания к съезду номер 3. Это все, что я могу сказать. Дальше вопрос за ФКУ-центр в Тангистраль. Общественники в свою очередь заверили, что это первая и далеко не последняя встреча с Автодором. Вопросов много, но по каждому из них члены общественной палаты будут вести переговоры, пока результатом не будут довольны жители территории, которые понесли ущерб от работ Автодора. Ну что же, по крайней мере, так начиналась данная история с привлечением уже общественников района. Николай Николаевич, все-таки, как на данный момент выглядит этот участок трассы? Имелись довольно неприятные, скажем, мягкие недоделки. В каком они сейчас состоянии находятся? Святослав, ну вот в конце представленного ролика было сказано, что общественная палата не оставится и вопрос до тех пор, пока тревожные обращения жителей не прекратятся. И вспомните наш с вами последний эфир на прошлой неделе. Был ряд звонков, когда люди высказали благодарность моим коллегам, которые провели просто колоссальную работу. И вот это показательный момент, как и для чего нужна общественная палата. То есть, благодаря тому, что люди собрались вместе, они смогли просто поговорить, и началось, все сдвинулось с мертвой точки. То есть, действительно, Автодор провел ряд работ. Были почищены ливневые стоки, была откачана вода. Действительно, осенью этого года были высажены зеленые насаждения. То есть, помимо того, что Автодор сделал хорошую качественную дорогу, за которую, как всегда говорили, спасибо, стало замечательно, и позволил этот круглый стол увидеть те проблемы, которые действительно были. К моей коллеге говорили правильно, за шумоизоляционными заборами, да, там, все-все плохо. Позволили туда заглянуть и увидеть их, на самом деле, какие-то последствия и до чего довели. Потому что более 200 обращений, представляете, было. То есть, это вот какая-то уже такая большая систематика, когда уже никто не смог молчать. Поэтому вот этот пример, лично я считаю, очень показательным. И коллегам мои просто большую-большую благодарность за то, что смогли всех соединить, да, и все люди могли в итоге высказаться. Видите, Автодор, теперь с Автодором более плотно общественная палата работает, более, ну, не знаю, как-то... Больше я понимаю, потому что возникло понимание, что компания, в общем-то, не та, которая собирается за открытыми дверями сидеть. Абсолютно верно. А мы сейчас, Николай Николаевич, продолжим эту беседу, пока давайте принимаем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя фамилия Чеплыгина. У меня такой вопрос. На каждой остановке автобусной города Одинцова висит электронное табло информационное. Год 9 месяцев. Информация на нем такая. Показывает температуру, неправильное время. И строкою идет телефон, по которому нельзя связаться. Больше информации никакой нет. Понял вас. Вы говорите, я так понимаю, о маршрутах именно движения автобусов по Одинцову. Да, на каждой остановке города Одинцова висит такое табло. Понял вас. Спасибо большое за звонок. Ну, действительно, немножко странно, потому что, насколько я понимаю, такие табло стоят, в общем, ну, не дешевых, а не маленьких денег. Хотелось, чтобы приносило пользу. Да, действительно, информацию-то на нем можно выдать угол. Спасибо большое за обращение, за вот этот вот ваш, скажем так, тревожный звоночек. Я думаю, что мы с коллегами это обращение запишем. И, ну, не буду обещать, что в этом году, но в следующем году однозначно этот вопрос зададим. То есть, если это существует, если это было сделано с какой-то целью, то должно приносить пользу. То есть, это не просто вывеска. То есть, мы это раньше вспомните, там, расписание автобусов просто было написано красивым, просто каким-то почерком даже, да, в наше там... В общем, нередко эти картонки еще и кто-то выдирал, рисовал на них похабы все разные и так далее. Общество не стоит на месте, технологии развиваются, но да, они не должны просто-напросто висеть, они должны приносить пользу. Поэтому обращение ваше зарегистрировано, и мы обязательно по нему отработаем. Все, чудесно. Давайте тогда вернемся, да, к нашему автодору и к северному обходу. Я так понимаю, что все-таки это пример достаточно, ну, тоже для вас приятный, потому что регулярно и в плане управляющих компаний, в плане строительных компаний, общественная палата сталкивается с ситуацией, что вот, ну, предположим, да, жильцы пожаловались изначально на организацию, некоторая общественная палата к этому подключилась, что, наверное, уже означает, что компания не идет на контакт с жильцами, как минимум. По сути, начинаются вот эти вот бесконечные круглые столы, на которые компании нередко и не приезжают, начинаются какие-то непонятные телодвижения, потом в случае некоторых совсем запущенных, там уже и правоохранители подключаются и так далее. Я так понимаю, что, ну, в данном случае все получилось очень цивильно, как, в общем-то, у цивильных людей происходит. Это люди собрались, поговорили, и проблема решилась. А часто ли все-таки у вас так бывает, или чаще вот эту чашу весов перевешивают компании действительно проблемные? Ну, вы знаете, есть какой-то некий элемент, да, когда придаешь проблеме именно общественное, да, то есть освещение даешь, тогда получается, что, скажем так, предполагаемый виновник этой проблемы, да, то есть или то лицо, или та компания, на которую поступают жалобы, ну, как-то немножко по-другому начинает себя вести, да, то есть когда уже проблему знают не только жители, да, то есть знает общественная палата, знают средства массовой информации, правильно совершенно говорить, есть инспектирующие и правоохранительные органы. То есть рано или поздно конец этой истории будет. И чем дольше они не отвечают на запросы, когда тоже работаем мы уже, да, то есть с жителями, тем на самом деле может быть ситуация хуже. То есть, ну, лучше просто поговорить. Всегда все проблемы можно решить разговором, да, может быть и сложности какие-то у тоже там управляющей компании. Это всегда можно объяснить. Только мы всегда просим, это людям нужно рассказывать. Люди живут, люди платят деньги, люди хотят знать, что происходит. Да, то есть вот как была там ситуация с управляющей компанией. Вот заставили просто-напросто по всем подъездам развесить информационное объявление, что, например, когда, помните, мы встречали с вами по отоплению, да, вот проблема, проблема выявлена, будет устранена через пять дней. Жители ждут, все, их предупредили. Они понимают, что работы ведутся, что пять дней, да, там жилой фонд старый, нужно потерпеть, все будет. Потерпели, сделали, и вот этой вот озлобленности какой-то, да, ее просто не стало. То есть ее сразу накормили, понимаете, в самом начале сняли. Ну, например, когда действительно у нас имеются четкие отношения между клиентом, грубо говоря, да, и человеком, там, организацией, которые предоставляют услуги. У нас имеется еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Это Маркелов Анатолий Михайлович. Мне очень приятно, что общественная палата делает полезные дела. Возникает вопрос. Насколько я понимаю, то, что многое делает палата, это обязанность в нашей администрации и наших депутатов. Может быть, и есть смысл, когда они не справляются. Лучшие представители палаты поставят на место в администрации, они будут делать эти вещи без привлечения общественности. Это им положено делать. Хотелось бы получить ответ. Антон Михайлович, спасибо за звонок. Ну, сейчас выслушаем, что скажет общественная палата. На мой взгляд, как жильца, тут смотрите, какая ситуация. Предположим, у нас имеется в городе тысяча домов. И если мы, допустим, возьмем, найдем какие-то там 10% проблемных, то есть 10 домов, 100 домов, которые мы еще начнем усолить постоянно, что это проблема, 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 может создастся действительно впечатление, что у нас кроме проблем ничего нет. То, что остальные 90% функционируют и работают, это давайте, мы все-таки действительно не будем забывать. Это все-таки как-никак заслуга наших властей. Мы за них голосовали, мы их выбирали. В конечном счете, это такие же люди, как и мы, которые просто работают над какими-то общественными вещами. Что касается общественной палаты, давайте действительно послушаем. Я думаю, что люди активные, люди, которые вообще изначально хотят как-то общественную пользу приносить, это фактически и есть наши депутаты. Это может быть будущее, может быть настоящее, может быть прошлое. Но, в общем-то, работа у вас во многом совпадает, правильно? Конечно, Судослав. Понимаете, мы всегда рады и открыты к активным, доброжелательным, позитивным людям. То есть нас на самом деле не так много, как хотелось бы. И проблем будет меньше, если мы немножко сами будем относиться к некоторым вещам правильнее, бережнее, добрее. Что касается поставленного вопроса, но, к сожалению, у нас есть закон о выборах в Российской Федерации. То есть у нас регламентировано, когда они будут проходить. У каждого жителя есть право голосовать и выбирать. И насколько я понимаю, общественные палаты, допустим, депутатский корпус, Одинцовский, это совершенно не конкурирующая организация, я бы сказал взаимодополняющая. Взаимодействующая. У нас постоянно Захар Юрьевич Иванов повторяет одну и ту же идею, что вы достаточно плотно работаете с администрацией и взаимно друг другу помогаете. Святослав, да, но не только с нашими депутатами, а со всеми, и та же самая же жилищная инспекция, и те же самые управляющие компании. Ну, не знаю, как бы вот, если представить пламя, то может быть мы та самая вершинка, или наоборот, самый очаг этого пламени, который это объединяет, а в итоге получается какое-то тепло, какие-то благие дела. Ну, собственно, вот так и есть. Просто, ну, не знаю, мы помогаем функционировать, помогаем, может быть, чуть-чуть быстрее обнаружить проблему, донести и попытаться ее решить. Ну что же, Николай Николаевич, Виталий Ревенсович, благодарю, что вы к нам сегодня приходили. Я так понимаю, это уже был последний наш эфир в этом году с комиссией по жилищно-коммунальному хозяйству. Будем пристойно с вами расследить за вашей работой и, я уверен, плотно-плотно с вами работать в наступающем 2016 году. Может быть, что-то скажете нашим телезрителям? Ну, хотел бы сказать, что наступают новогодние праздники и в свете работы нашей комиссии есть один важный аспект, это пожарная безопасность. Людям просто я хотел сказать, что будьте просто внимательны, потому что Новый год – это свечи, это бенгарские огни, елка – это петарды. И чтобы просто у нас был год, просто обезьяны, но не огненные, чтобы… Не горячие. Не горячие, да. Чтобы будьте внимательны и хороших вам новогодних праздников и Нового года. Забежать там. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили еще раз с комиссией, которая занимается жилищно-коммунальным хозяйством. Если у вас имеются какие-либо вопросы, наш телефон – 508-86-84. Звоните в течение недели, ведь через неделю мы поговорим с председателем Общественной палаты Захаром Юрьевичем Ивановым об итогах работы Общественной палаты за 2015 год. Вы можете звонить нам в студию, вы можете, кроме того, воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте Общественной палаты или написать электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю.